Фокус от моряка.ру И я говорю вам о колоде Bicycle Standard. Вот именно о ней, об этой знаменитой колоде и пойдет сейчас моя речь. Ну что ж, давайте посмотрим. Ну что ж, друзья, давайте посмотрим поближе наши колоды, нашу колоду Bicycle Standard. Для начала хочу показать вам то, что их у меня две. И разница в том, что они идут с разным обрамлением. То есть у одной обрамление золотистое, у другой обрамление белое. То есть бывают они вот в таких вот видах. Ну, давайте эту мы пока отложим, а к этой присмотримся получше. Что мы видим у нас на лицевой части? То есть на лицевой части мы видим надпись, классическую надпись Bicycle. Здесь стоит значочек вот такой маленький R. Означает то, что этот знак, эта надпись является торговой маркой компании Bicycle. Далее мы видим надпись Trusted Science 1885. Это означает то, что, ну, типа как доверие с 1885 года. То есть в 1885 году была выпущена самая первая колода Bicycle, вот именно стандартов. Ну, тогда она была другого, ну, не малясь, а другого дизайна. То есть Туз Пик, Джокер, да и картинки самих карт немного отличались. Ну, до этого мы еще дойдем. Итак, далее, что мы видим пиковую масть, в которой изображена, значит, женщина. Держит она в руках то ли оливковую ветвь, то ли еще какую-то. Ну, тут не поймешь. И в другой руке у нее что-то очень сильно напоминающее меч. Может быть, ну, не знаю даже, не предположу, что кто конкретно здесь изображен. Далее надпись Playing Cards, то есть игральные карты, да, и стандарт. То есть стандарт. Сбоку у нас, как обычно, надпись Air Cushion Finish Modern USA. То есть это покрытие, да, вот это знаменитое покрытие Bicycle, за счет которого они очень скользкие. То же самое, а, не то же самое. И надпись Come to Play. BicycleCards.com То есть приходи поиграть на BicycleCards.com Так, на оборотной стороне что мы видим? Мы видим надпись на английском. Надпись на английском. Также здесь изображена рубашка самих карт. Ну, и лицевая сторона. То есть и подпись Standard Size и Standard Face. То есть стандартный размер, стандартные лица. Так, о чем же гласит вот эта надпись? Вот эта надпись переводится примерно так. Каждый раз, когда вы открываете свежую колоду Bicycle, вы прикасаетесь к 120-летнему опыту игральных карт. Ну, примерно что-то такое. Мы с гордостью обрабатываем каждую колоду, используем материалы и покрытие так, чтобы вы могли доверять компании Bicycle. Ну, я не крутой англичанин, но примерно как-то вот так вот переводится. Ну, смысл понять. Итак, значит, на крышке у нас также написано стандартный размер, стандартные лица. Если мы здесь вот откроем, то есть у нас здесь на коробочке, на этой вот, на самой открывашечке, тоже есть надпись, где написано Bicycle, ну, перевожу, да, Bicycle, Bicycle Design, Bicycle Логотип, дизайн Tuzapik, Tuzadjoker и связанные знаки, логотипы, дизайны, обороты карт, номера и числа являются торговыми марками компании United States Playing Card Company. Вот эта надпись здесь вот присутствует. Так, ну что же, друзья, теперь давайте заглянем внутрь колоды. Эту мы уберем, а вот эту мы откроем. Эти карты у меня идентичные, ну, маленько уже потрепанные, конечно же, с боями. Первым делом, что у нас тут идет, как обычно, рекламные карты, да, то есть компания Bicycle показывает, что она есть в Facebook, в Twitter, в YouTube. И здесь надпись, что бы ты хотел узнать о картах. То есть, и здесь идут перечисления. Узнавай первым о новых продуктах, учись правилам, учись, научись, как играть в карточные игры, посмотреть последние видео, и плюс, что тебе не нравится в игральных картах. Ну, и ссылка на их сайт, bicyclecarts.com Здесь у нас идет тоже такая вот рекламная карта, где написано, Can't remember the rules. Ну, типа, не забыл правила. Выучи новые правила, около 75 классических и новых карточных игр, и проверь их в свободном приложении, по-моему, на bicyclecarts.com.rules. Если есть желание, можете зайти посмотреть. Ну, здесь, собственно, написано то же самое. Так, ну что ж, теперь давайте посмотрим, как выглядят, значит, сами наши карты. Вот. Первым делом хочу сказать, что bicycle, то есть, вот эти вот стандарты, как и все классические, ну, не обязательно классические, как и все карты bicycle, возготавливаются из многослойного картона с пластиковым покрытием. Да, есть bicycle, конечно, который полностью пластиковый, но в общем и целом это многослойный картон с пластиковым покрытием, вот с этим покрытием как раз air caching finish. То есть, кто помнит, колоду, когда только новенькую открываешь, положишь, они начинают вот так вот съезжать. Все это за счет этого покрытия. Оно обеспечивает, ну, как бы, более высокую износостойкость и с помощью его лучше проводить всякие манипуляции. Веера, ленты и так далее. Так что колода уже 130 лет на рынке и очень хорошо себя зарекомендовала. Ну что ж, давайте теперь присмотримся к картам поближе. Да, хочу, кстати, сказать еще одну вещь немаловажную. То есть, для фокусников все, почти все карточные реквизиты, вот именно колоды, да, они как бы затачиваются в основном все под bicycle standard. То есть, конусная колода, колода с венгали, там, стендап монта и прочие какие-то там, тузы Макдональда, там, то есть, все эти рубашки, как правило, идут bicycle standard, лица bicycle standard. То есть, это тоже такая важная деталь. Ну что ж, теперь давайте посмотрим поближе и первым делом, конечно же, давайте рассмотрим пикового туза и двух джокеров. То есть, это как бы самые такие основные карты, которые в дизайнах, как правило, меняют в первую очередь. Итак, посмотрим на туза пик. То есть, что мы здесь видим? Здесь мы видим ту же самую женщину, стоящую, значит, в этой пиковой масте, да, то есть, как и на коробочке. Вот, надпись bicycle и 808. То есть, 808 это серия. То есть, когда, ну ладно, к этому сейчас я попозже подойдем. Дальше, надпись компании, да, United States Paying Card Company сделана в США. Далее у нас идет, идут два джокера, да, один цветной такой вот, а другой не цветной, но он гарантийный, с гарантией. здесь написано, собственно, гарантия и надпись идет. То, что если производственный, ну, примерно так переводится, да, если производственный дефект будет найден в этой колоде, которая делает ее непригодной для нормальной игры и он возвращен прежде, чем интенсивно использовался, то мы с радостью заменим его. Для этого верните ту запик и дефектную карту по адресу. Ну, здесь вот указан адрес, United States Playing Card Company, штат Кентукки, там, ну, и так далее. То есть, вот это вот гарантийный джокер. То есть, если вы берете, покупаете колоду Bicycle Standard и у вас там проявляется, да, там, какой-нибудь дефект, не пропечаталась рубашка, там, или еще что-то, то можно это бесплатно заменить. Так, давайте на джокера посмотрим. Вот в райдербэке джокер, цветного нет, они там оба черных, хоть один гарантийный, один такой же, но он полностью черно-белый. Но на джокере у нас изображен король, который едет на велике, вот, и рядом такая, вот такой вот камень с цифрой 808, и значочек R, тоже является торговой маркой компании Bicycle. 808, что означает? 808 означает то, что это, как бы, был номер серии, да, вот именно вот этих вот Bicycle Standard. Дело в том, что когда они появились в 1885 году впервые, вот эта серия 808 была им присвоена, но до этого были другие серии, вот, например, в 1861 году появились карты Bicycle Tigers, вот они были модель 101, серия 101, потом появились спортсмен, они были уже 202, потом пошли Армия Флот, они были 303, потом Конгресс 404, потом еще серии я не нашел, к сожалению, информации по ним, и вот потом уже пошли Bicycle 808. Так что эти цифры здесь не случайны. И на Тузе Пик тоже самое, 808 серия, мы видим то, что она нанесена также на такого Туза. Кстати, должен сказать, что начиная с 1885 года тузы и Джокеры были совершенно другие. Лица Королей и Дам Валетов были тоже другие, но в принципе походили на современные. А вот Туз Пик и Джокеры были совершенно разными. Вот посмотрите, например, вот так вот выглядел Туз Пик 125 лет назад. То есть он здесь изображен пиковый Туз самого первого издания Bicycle. А вот так вот выглядел Джокер. То есть также человек, который едет на велике в принципе как и сейчас, только там уже маленечко колеса разные, не как в первом выпуске. Так, ну что ж, друзья, теперь давайте посмотрим, наверное, на нашу рубашку. Что у нас изображено на рубахе? Ну, рубахи у нас изображены по центрам, да, значит, ангелочки, едущие на велике. То есть рубашка так же себя зеркалит, если перевернуть, мы видим все то же самое. Те же ангелочки, едущие на велике, по краям вот здесь в углах тоже ангелочки. Здесь в центре что-то сильно напоминающее пиковую масть, она собственно везде это есть. Вот, и такие вот, типа как ромашечки, то есть вот эти места, как правило прорисовывают, там, когда кропят карты байсиков, да, то есть можно рисовать вот на этих вот ромашечках, делать свои метки. То есть она бывает, рубашечка в таком вот синим цвете, бывает в красном, но в красном у меня никогда не было, красный цвет мне как-то не очень нравится, нравится больше синий. Вот такие вот дела, друзья мои. Ну, собственно, по колоде все, точнее по тузу и по джокерам. Остальные карты как бы особых отличий никаких не имеют, то есть классические изображения, которые появились 125-130 лет назад. Ну, с тех пор немножечко они, конечно, видоизменились, но в общем и целом все очень похоже, как и тогда. карты карты очень хорошие, если они вам нравятся, если вы хотите такие купить, то под этим видео я оставлю ссылки на магазины, где вы можете приобрести эти карты. Карты офигенные, мне они лично очень нравятся. Как говорится, идеальное сочетание цены и качества, то есть стоят они на данный момент по-моему около 300 рублей. Ну, как бы за хорошие карты такие деньги можно отдать. Ну, собственно, это как бы не очень-то и дорого. Ну, что ж, друзья, на этом наш обзор завершен. На связи с вами был Куликов Сергей и сайт focus.maryka.ru и до встречи в наших следующих видео выпусках. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok